Это одеяло – одно из любимых ее произведений. Здесь буквально у каждого лоскутка есть своя неповторимая история. А в каждом стишке и сантиметре – душа хозяйки. Вот это фланелевые рубашки моего сына. Эти ткани привезли подружки моего сына из Упоровского района. Это был халатик моей мамы в ту пору, когда она была юной. Рукоделием Людмила Шатохина занимается сколько себя помнит. Иголку с ниткой не выпускала из рук, даже когда работала на военном заводе инженером-конструктором. Теперь лоскутное творчество занимает все свободное время. Она шьет себе, родным и на заказ. Самое дорогое одеяло приобрели за 15 тысяч рублей. Сейчас, к счастью, люди из таких обыкновенных потребителей магазинных вещей превращаются в ценителей красоты. И начинают понимать, что красоту-то можно сделать в наше современное высокотехнологичное время. Красоту такую душевную, близкую человеку можно сделать только вручную. Своими руками домохозяйка Алена Трофимова не просто составляет красивые композиции. Вручную она лепит каждый лепесток в букете. Смотрит от цвета из полимерной глины как живые. Стоит примерно столько же, да еще и годами не вянут. Так почему бы не делать их на заказ? Знакомые увидели, сказали, ну сделай мне такое же, я хочу подарить еще другим своим знакомым. Так вот началось. Некоторым, конечно, нужно побольше композиции, пошикарнее, попышнее. Кому-то небольшое, скромное. В основном заколочки для волос. А еще магниты и небольшие сувениры в планах обучаться мастерству и дальше. А затем помогать освоить полимерную глину тем, кто тоже не прочь создавать вечные букеты. А вот произведения Елены Рыковой существуют совсем недолго. Уж очень вкусные получаются. Кому-то нравятся шоколадные, кому-то нравятся с орехами. Елена печет торты и пирожные. Сначала лакомством она радовала домашних. Теперь по просьбе готовить для друзей и знакомых. Находит время пока в декретном отпуске. А до этого она несколько лет проработала кондитером. Это серийно, это неинтересно, это однообразно. Мне что-то хочется придумывать, новые идеи какие-то воплощать свои, самореализовываться. Рецепт у каждого торта свой. Впрочем, как и у любого изделия. Будь то лоскутное одеяло или неувидающий цветок. Но у всех есть одна и та же изюминка. Душа той, что сумела сотворить это своими руками. И пока покупатель жаждет эксклюзива, такая изюминка всегда будет в цене. Анастасия Крабенко, Станислав Серебров, Сибинформбюро. Продолжение следует...